Американская киноакадемия установила новые стандарты для картин, которые собираются претендовать на Оскар в категории «Лучший фильм». Начиная с 2024 года, они должны соответствовать критериям, касающимся расы, гендера и инклюзивности. Елена Шарыгина выяснила, что это за стандарты и как они повлияют на киноиндустрию. Лена, ты следишь за номинациями на премию «Оскар»? Нет, не слежу. Я вообще редко смотрю фильмы и, если честно, совершенно в них не разбираюсь. А вот в новых критериях и стандартах сегодня я попыталась разобраться. Речь идет о премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». На сайте киноакадемии сказано, как минимум один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. Более того, хотя бы треть исполнителей ролей второго плана и массовки должны быть женщинами, представителями ЛГБТ-сообщества или же людьми с особенностями развития. При этом основная сюжетная линия работы должна быть связана с одной из этих групп. Все эти требования будут действовать с 2024 года. Сегодня я пообщалась с нашим коллегой Иваном Пестерниковым. Он победитель шоу «Битва за эфир». У Вани есть особенность здоровья. Вот что он мне сказал. В современных реалиях не всегда получается сделать так, что кино – это искусство. Сейчас зачастую это просто коммерция, просто аттракцион, скажем так. Но я считаю все равно, что в первую очередь должен быть талант рассматриваться, а не наличие или отсутствие каких-то конечностей, мыслей в голове, цвета кожи и так далее. Лена, а к съемочной группе есть какие-то требования? Да, они примерно такие же, как и к кинопроизводителям и распространителям фильма. То есть создатели картины должны дать возможность представителям перечисленных групп работать на ключевых творческих должностях. И это все прямо обязательно к исполнению? Нет, фильм не должен следовать стандартам во всех сферах подготовки кино. Достаточно, чтобы в рамках правил работали два из четырех блоков, например, команда дистрибуции и съемочная группа. А как вот ко всему к этому отнеслись, к этим требованиям, представители других перечисленных групп? Не знаю, как лояльнее сказать. Сегодня я поговорила с афроамериканцем Рональдом Белом. Он живет и учится в Кирове, а родом из Конго. И, кстати, его мнение, оно немного отличается от мнения Ивана Пестерникова. Мы все люди, хотя по райсу или ограничению здоровья, если будет возможность, потому что можно понимать, что это бизнес. И если нуждаются какие-то люди, по-моему, это без разницы. Можно люди с ограничением здоровья, афроамериканец или любой. То есть Рональд считает людям разных национальностей, представителям меньшинств и другим перечисленным группам, сложнее пробиться в кино и заниматься творчеством. Поэтому надо давать возможность проявить себя всем, и пусть это будет на обязательной основе. А для остальных номинаций есть какие-то правила новые? Нет, по крайней мере, пока правила действуют только для номинации. Лучший фильм, кстати, в этом году «Оскар» получил фильм «Паразиты» производства Южная Корея. Там главные роли играют азиатские актеры. То есть можно сказать, что толерантность была в премии «Оскар» и до всего этого. И, кстати, я изучила фильмы «Победителей» за последние 10 лет и выяснила, что 6 из них в своем сюжете, там были представители сексуальных меньшинств, в главных ролях были темнокожие актеры. И что еще раз доказывать, что «Оскар» всегда был толерантен. Спасибо, Лена, за такую большую работу. А мы продолжаем.